В ближайшие годы в Даугупилсе планируют построить новое пожарное депо. Разместить просторное и удобное здание, где для сотрудников ГПСС будут созданы намного более комфортные условия труда и современная техническая база, собираются на улице Сигулдас, неподалеку от станции неотложной медицинской помощи. О необходимости нового депо в нашем городе говорится уже давно. На данный момент в Даугупилсе три пожарных части и один пост. Первая и третья части находятся в моральных и физически устаревших зданиях, построенных более 100 лет назад. Министерство внутренних дел, в ведомстве которого находится ГПСС, решает эту проблему, актуальную для многих городов Латвии. Сейчас планируется строительство нескольких новых депо. В Даугупилсе собираются строить объект категории А, где будет размещена не только пожарная часть с гаражом на 8 единиц техники, но и информационный центр МВД, спортивный и оздоровительный центр, а возможно и другие структуры. По мнению МВД, такая дислокация позволяет службам быстрого реагирования работать более тесно и слаженно. В других городах Латвии в подобных депо предусмотрены помещения не для госполиции, но для управления, размещенного в Даугупилсе, проблема улучшения рабочей среды больше не актуальна после того, как структура переехала в реновированное просторное здание по улице Коменданта 7. Изначально проект пожарного депо планировалось реализовать по улице 18 Новомбра 83, но для строительства столь масштабного объекта эта территория оказалась слишком маленькой. Пришлось бы снести башню постройки 19 века, строительство затронуло бы и территорию, расположенного рядом детского садика. Поэтому Государственное агентство обеспечения в конце прошлого года обратилось к Даугупилской городской думе с просьбой поддержать проект, выделив подходящий для строительства депо земельный участок. Реализация такого проекта крайне важна для города, поэтому с управления с радостью пошло навстречу и предложило несколько вариантов. Наиболее подходящее было признанной территорией в районе улицы Сигулдас 24, где исторически располагалась инфекционная больница. Здесь же размещена и станция неотложной помощи. Государственное агентство обеспечения утвердило этот вариант и разрабатывает соответствующую проектировочную документацию. Планируется при завершении строительства на Сигулдас туда перевезти всю технику и личный состав из Долговпилской третьей части, плюс планируется туда перевезти вот из этой первой Долговпилской части всю спецтехнику. На Рига съела один, пожарная часть останется, потому что если мы теряем какую-то единицу здания, то есть или подразделения, так скажем, у нас автоматически увеличивается время реагирования, время прибытия к месту происшествия, к месту вызова, на что мы не можем пойти, и мы должны соблюдать наши нормативные рамки. Источники финансирования проекта еще уточняются, но Кабинет министров уже концептуально утвердил реализацию проекта, а значит новый комплекс пожарного депо может появиться в Долговпилсе в течение ближайших трех лет. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Долговпилской городской думы.